Сахал задержал и допрашивает на причастность к Хамас сотни палестинцев в Джибалии. ООН бьет тревогу в связи с голодом среди населения Газы. Афины и Анкара, которые давно считались врагами, решили перезагрузить отношения и развивать сотрудничество. Мы не смиримся с тем, что промышленность ЕС подрывается нечестной конкуренцией, предупредила Урсула фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии встретилась с председателем КНР Си Циньпином. СМИ публикуют кадры, на которых, как утверждается, запечатлены десятки палестинцев, захваченных Цахал. На видео по сообщениям, сделанным в Джибалии, десятки мужчин в нижнем белье охраняются израильскими солдатами. Цахал заявляет, что задержал сотни людей, и их допрашивают как подозреваемых в причастности к деятельности Хамас. Со слов военных, многие из них сдались добровольно. Израильские солдаты празднуют Хануку, в то время как в центральной и северных частях сектора Газа продолжаются тяжелые бои. Среди убитых в последние дни сын Гади Айзенкота, бывшего начальника генштаба Цахал. 25-летний Галь Мейер Айзенкот, как сообщается, был убит во время операции в северной части сектора Газа. Он бьет тревогу в связи с голодом среди беженцев. По словам Стефана Дюжарико, от 83 до 97% семей не потребляют достаточного количества пищи. По данным организации, объем помощи, поступающей в Газу, ежедневно составляет менее 50% от того, что было доступно во время перемирия. ЮНИСЕФ, в свою очередь, предупреждает, что сектор Газа снова стал самым опасным местом в мире для детей. С наступлением зимы, кроме продуктов питания, им не хватает одежды и одеял. Еврейские общины по всему миру отмечают Хануку, праздник огней. В Берлине, установленный перед Бранденбургскими воротами ханукальный светильник, зажег канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он выразил непоколебимую поддержку еврейскому народу и призвал к немедленному освобождению заложников, удерживаемых Хамас. Он richtет sich gegen den einzigen jüdischen Staat und seine bewohnerinnen und bewohner. Он richtет sich aber zugleich gegen die menschlichkeit selbst. В Тель-Авиве родственники заложников и солидарные с ними израильтяне прошли со свечами во время бдения, накануне первого дня Хануки. Ранее в Тель-Авиве на праздник огней собрались студенты. Ханука, символизирующая победу света над тьмой, продлится до 15 декабря. Причиной гибели репортера агентства рейтера Сама Абдалына Югеливана 13 октября, скорее всего, стал удар израильского танка. К такому выводу пришли проводившие расследования журналисты. Они указывают, что Абдала погиб от 120-мм танкового снаряда, используемого исключительно израильской армией в этом регионе. В результате инцидента ранения получили шесть представителей СМИ, корреспонденты Рейтер и АФП. Фотограф Кристина Асси в результате взрыва потеряла ногу. Израильские военные заявили, что сожалеют о смерти журналистам. Они сообщили, что расследуют обстоятельства произошедшего, но не признали ответственность. После нападения Хамас на Израиль 7 октября, израильская армия и группировка Хезбаллах неоднократно вступали в перестрелку в районе ливанской границы. Греция и Турция в четверг договорились о перезагрузке отношений, подписав декларацию о дружбе и добрососедстве в ходе знаменательного визита Реджепа Таипа Эрдогана в Афины. Эта инициатива, по словам греческого премьер-министра Кириакаса Мецатакиса, позволит сторонам укрепить доверие и сотрудничество, в том числе по таким сложным вопросам, как миграция. В мета-анастефтике мы обнаружили важную剩ку в районе последнего часа, в результате системной филакции Херсей и Тарасской общежитетов. Это, кстати, и в связи с лучшим лучшим взаимодействием, автономии, лимоники, актовой и двум странам. Эта взаимодействие может и должна быть更多. Турецкий президент заявил, что Анкара готова к переговорам с Афинами по всем спорным вопросам в Эгейском море. Но разногласия остаются, особенно по Кипру. Эрдоган выступает за справедливое решение кипрского вопроса, основанное на реалиях острова. Подразумевает решение о двух государствах. В то время как Мецатакис говорит, что единственным выходом является воссоединение острова на основе резолюции ООН. Η σημαντικότερη από τις συμφωνίες που υπεγράφησαν είναι η κοινή διακήρυξη φιλικών σχέσεων και καλής γειτονίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, με την οποία οι δύο πλευρές επισφραγίζουν τη βούλησή τους για ήρεμα νερά στο Αιγαίο, για διατήρηση δηλαδή του ήρεμου κλίματος που επικρατεί μεταξύ Αθήνας και Άγγυρας τους τελευταίους μήνες, καθώς και για περαιτέρω οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών. Από την Αθήνα για το Giro News, Θαίδου Λγέρη. Γлава Европейской Комиссии называла переговоры с председателем Китайской Народной Республики саммитом выбора, очевидно признавая, что стороны предпочли остаться на своих позициях и не нашли компромиссов. На первые за более чем 4 года личные встречи, состоявшиеся в четверг в Пекине, руководители ЕС и КНР обменялись откровенными заявлениями, но никаких серьезных действий предпринято не было. Главной темой стал огромный дефицит в почти 400 миллиардов евро, который образовался в торговле Евросоюза с азиатским гигантом. Урсула Фондер-Ляйен сказала, что Брюссель не будет закрывать глаза на нечестную практику Пекина. Напряженность в отношениях с Пекином неуклонно росла в течение последнего года, когда Брюссель стремился снизить риски для экономики Евросоюза, создаваемые Китаем. В сентябре Еврокомиссия начала расследовать субсидирование производства китайских электромобилей, поступающих на рынок блока. Это вызвало раздражение председателя Си Цзиньпина. Он предостерег Евросоюз от проведения протекционистской торговой политики. Впрочем, представитель МИД КНР сказал, что открыта дверь для двусторонних связей. Сотрудник Института китайских исследований Меркатора, находящегося под санкциями КНР, считает, что встреча в Верхах с Евросоюзом не принесла значительных плодов. Вместе с тем, Грегор Штек отмечает, что были сделаны предупреждения о возможных мерах Брюсселя против Пекина. На саммите обсуждалось также сотрудничество в предотвращении изменений климата и, смотря на планы Китая, построить целый ряд новых угольных электростанций. Еще одним пунктом повестки дня была Украина. ЕС вновь призвал КНР способствовать прекращению войны и помешать российскому бизнесу обходить западные санкции. Лионский фестиваль «Праздник света» с его ослепительными инсталляциями ежегодно привлекает сотни тысяч и даже миллионы посетителей. На этот раз он открылся в условиях усиленных миробезопасности. Уровень террористической угрозы во Франции был повышен до максимального после обострения на Ближнем Востоке. Фестиваль, который впервые был проведен в 1989 году, отменяли дважды – в 2015-м после терактов в Париже и в 2020-м из-за пандемии. В этом году организаторы разработали, как всегда, обширную программу, но большая часть центра города будет оцеплена. Для обеспечения безопасности мероприятия привлечены 500 сотрудников национальной полиции и 220 местных полицейских, а также 400 сотрудников охранных агентств. Местные власти также запретили проведение ультраправого марша, запланированного одновременно с ежегодным шествием во время фестиваля, после недавних актов насилия со стороны экстремистских. Фестиваль, университет Секретаршек, Субтитры создавал DimaTorzok